Советник Трампа Брайан Ланзе сделал скандальное заявление относительно украинского Крыма. Он заявил, что новая администрация Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране вернуть оккупированные России территории, пишет BBC. Стратег республиканской партии отметил, что администрация Трампа обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить свою версию реалистичного видения мира. И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира, только если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезно относится к этому. Ланзен не упомянул об оккупированных территориях Восточной Украины, но сказал, что возвращение Крыма в Украине является нереалистичным и не является целью Соединенных Штатов. Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только тогда, когда Крым будет возвращен, у нас есть новость для президента Зеленского. Крыма больше нет. И если это ваш приоритет – вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами по себе. Но у Трампа открестились от заявлений об отказе Украины от Крыма. Представитель Переходной Палаты нового президента США заявил, что республиканец Брайан Ланзе, утверждавший, что новая администрация Белого дома сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территории, не говорил от имени новоизбранного президента. Об этом пишет Reuters. Отмечается, что Брайан Ланзе, сделавший заявление, не работает на Трампа и не говорит от его имени. В офисе президента Зеленского также отреагировали на волну сообщений о мирных соглашениях и планах. В частности, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что когда речь идет о войне в Украине, есть абсолютная конкретная фиксация юридического факта агрессии РФ. «Здесь любые мирные планы, которые базируются на необходимости немедленно заморозить войну и отдать что-то Российской Федерации, это, безусловно, планы России. Не больше, но и не меньше. Потому что о мире здесь говорить никак не получится». Также Подоляк советует спокойно относиться к анонимным источникам, ведь о таких инициативах мы читаем уже в течение почти трех лет войны. По его словам, надо четко зафиксировать – РФ выступает не за устойчивый мир, а за свои условия завершения войны. Он напомнил, что Россия использует странный термин – «стамбульские соглашения». «На самом деле не было никаких стамбульских соглашений, потому что Россия и на предыдущих этапах переговорных процессов в начале войны в Белоруссии и в том числе в Турции использовала такие ультимативные требования, выставляла ультимативные требования, которые являются неприемлемыми. И президент Зеленский об этом неоднократно говорил. Поэтому нет никаких планов». В то же время США могут скоро объявить о сроках прекращения огня и гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. Он подчеркнул, что план новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине невероятно находится на стадии подготовки.